Медиагруппа «Авангард» представляет Прям вкратце расскажу про основные компоненты Security Operations Center. Есть системы безопасности, источники событий, их может быть много разных, антивирусы, системы обнаружения вторжений и так далее. Источниками событий могут быть операционные системы, сервера, рабочие станции, прикладные системы и так далее. Дальше такой квадратик большой, я нарисовал, CM. Он подразумевает себя, во-первых, транспортировку и нормализацию тех данных, которые поступают. Туда входят коллекторы, коннекторы и все, что с этим связано. Дальше данные неплохо было бы сохранить, визуализировать. Этим занимаются системы CM, другие системы безопасности. Вариантов очень много, как платного, так и бесплатного. Сюда же входят правила корреляции, обогащения, алертинг. Это правила CM, уведомления могут быть абсолютно разные, как в почту, так и в мессенджеры, так и все, что душе угодно. И то, что я рассказывал, формат Sigma есть такой подход, как гитхабизация. То есть к гитхабу в целом можно накачать много всего интересного, транспонировать и передать на реагирование свои средства защиты. Но самым важным компонентом является все-таки, здесь условно называется SOAR, то есть в целом это люди и процессы. То есть я придерживаюсь мнения, что для реагирования на инциденты CM хороший, важный компонент, но не необходимый компонент. То есть без него можно обойтись в реагировании. И здесь важно правильно выстроить процессы, правильный персонал подобрать, который сможет заниматься инцидентами информационной безопасности и быть основой для Security Operation Center. То есть мысль, что CM, в общем-то, SOAR возможен без CM. Важно заниматься оркестрацией, автоматизацией, управлением инцидентами. Автоматизация, я имею в виду, что все рутинные операции по максимуму должны быть автоматизированы, либо переданы на какой-то дешевый персонал. Инцидент-респонс – это создание самих инцидентов, обогащение, автоматизация реагирования. Про индикаторы компрометации. Важно искать, наверное, и находить какие-то аномалии в поведении систем. Есть один подход, когда мы ищем что-то известное, злодейское в поведении, а можем другой подход использовать. Можно спрофилировать поведение системы, пользователя и считать любые отклонения от этого поведения аномалией и реагировать на это поведение. Для некоторых систем это применимо. Наверное, для меня ярким примером являются банкоматы. Банкомат – вообще тупое устройство, которое выполняет 3-4 функции. Оно легко профилируется, и любое отклонение от его нормального поведения является, на самом деле, инцидентом. Там реагирование сильно проще. Есть системы и компоненты, по которым проще использовать подход. Не выстраивать сложную механику выявления инцидентов по индикаторам компрометации или техникам поведения злоумышленников, а просто отклонение от его штатного нормального поведения. Про мисс есть платные, бесплатные, можно это использовать. Важно, что это один из компонентов важных, но нужно уметь с ним работать. Либо вы доверяетесь кому-то, кто является лидером на рынке и делает это за вас. Я имею в виду, что большинство индикаторов, у многих индикаторов время жизни, например, сутки после этого, это может уже быть неактуальным индикатором или блокировать нормальную работу сервисов. Процессы security operations, это, как я и говорил, самое важное. Туда входит и threat intelligence, противодействие red team, blue team, плейбуки. В плейбуке очень важный момент – это техническое описание. То есть это не бумажка какая-то, это должен быть управляемый процесс, который описывается на системах. Может на вики у вас описываться или еще где-то. Часть из него может быть автоматизирована и важно поддерживать в актуальном состоянии, избавляться от старых плейбуков, пилить новые плейбуки, которые в данный момент времени адекватны тем угрозам, которые на организацию есть. И, наверное, отдельно, я не знаю, назвал это аддоны. Есть threat hunting, machine learning, антифрод. Почему аддоны? Потому что это немножко сбоку стоит, но в целом коррелирует со всеми частями security operations центра. Threat hunting – это проактивный поиск угроз. Туда могут также индикаторы применяться и техники и тактики злоумышленческого поведения. Хорошая штука и с некоторыми компаниями, даже присутствующими здесь, мы проводили такой не пин-тест, а пин-тест наизнанку. То есть компании искали признаки того, что организация в данный момент находится под атакой. Ну, то есть это такой кусок, наверное, threat hunting. И в целом мы договаривались, что если они найдут, что организация находится под атакой, то организация платит за это деньги. Потому что атака в среднем длительное время, это время сокращается, но на тот момент, когда мы проводили такой пин-тест наизнанку, среднее время атаки было около трех месяцев. Ну, то есть мы можем предполагать, что если раз в квартал хотя бы такую историю проводить, то с большой долей вероятности можно выявить злоумышленника до того, как он какие-то злонаверенные действия сделал. Машинное обучение – тоже клевая штука. Я очень верю, что в будущем, я не знаю, 5-10 лет оно может вообще безопасность заменить. Оно ищет как раз отклонение от нормального поведения. Это построение профиля нормального поведения и поиск аномалий от профиля поведения чего угодно – пользователей, серверов, систем и так далее. На своем примере… Ну, эксперимент был такой. То есть мы натравили машинное обучение на данные по DNS-серверам и пытались найти DNS-тоннель среди этих данных машинным обучением. Есть средства защиты, там несколько средств защиты, которые пропустили этот DNS-тоннель, который Red Team построил. А методом машинного обучения этот DNS-тоннель был выявлен. И параллельно в качестве бонуса нашли еще один ДГА, который, по идее, должен был быть выявлен средствами защиты, но не был выявлен. То есть нашли троянчика некритичного, но ни одно средство защиты его не обнаруживало. Антифрод – это тоже такое, наверное, мое детище. То есть если есть, не знаю, банк условно, у него есть инфраструктура. Если инфраструктуру всю представить как черный ящик, то в целом банк или организация получает на вход какие-то платежи клиентов, и из банка какие-то деньги улетают в платежные шлюзы. Вот мы построили такую систему, при которой все влетающие платежи мэтчатся с тем, что вылетает из банка. Там есть несколько методов корреляции, как построчное сравнение, так и тоже машинное обучение с предсказанием того, какой поток платежей и объем и суммы должны уходить конкретным контрагентам. И это мониторится и передается в Security Operation Center, если есть существенное отклонение. Ну, то есть если есть существенное отклонение, это предмет задуматься, что все средства защиты, Security Operation Center могли что-то существенное пропустить, поэтому деньги не поступали в банк, но начали из него уходить. В целом, наверное, это все, что хотелось рассказать, что есть много разных компонентов. Есть TI, есть CM-системы, есть Threat Hunting, куча систем безопасности. Но очень важно при планировании своей архитектуры в целом информационной безопасности опираться на те цели, ради чего вы это делаете. То есть само по себе я видел внедрение средств защиты таким образом, когда оно внедряется и туда никто не смотрит. Ну, то есть такого как бы смысла в этом средстве защиты практически нет. Поэтому при реализации тех или иных и средств защиты, и процедур важно понимать конечную цель, для чего вы это делаете, и основываться на тех потребностях, которые есть для вашей организации, конкретно с вашими рисками, конкретно в той области угроз, в которой вы находитесь. В целом, наверное, у меня все.